Коллекционер, дизайнер и одна из самых влиятельных персон в мире моды Айрис Апфель отмечает 100-летие коллаборации со шведским брендом H&M. Совместная коллаборация выйдет в начале 2022 года. Компания Интерос создала венчурный фонд «Восход» для развития стартапов на Дальнем Востоке. Инвестиция в фонд составит 10 миллиардов рублей. Новый порядок расчета больничного по уходу за больным ребенком до 8 лет уже вступил в силу. Вы на канале Свежак. С вами, как всегда, Чернокнижный и позитивные новости России и мира. Не забудь поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Понеслась. Как всегда, начинаем выпуск с хороших и позитивных новостей. И на этот раз эти новости прилетели к нам с Дальнего Востока. Компания Интерос создала венчурный фонд «Восход» для развития стартапов на Дальнем Востоке. Инвестиция в фонд составляет 10 миллиардов рублей, заявили в рамках одной сессии Восточного экономического форума. Интерос принял для себя решение создать венчурный фонд под названием «Восход» здесь, на Дальнем Востоке. Мы обязались вложить 10 миллиардов в ближайшие 5 лет. Причем планируем вложить первые деньги уже в 2021 году. Он отметил, что основная цель фонда – оказывать поддержку стартапам в разработке бизнес-планов и программ обучения. Мы, как частный фонд, более гибкие в каких-то вопросах, поэтому можем закрыть эту нишу поддержки стартапов на ранней стадии, когда есть большие риски с учетом нашего опыта и понимания рынка, подчеркнул Бахетин. По его словам, это первый частный фонд такого размера на Дальнем Востоке, где уже есть очаги инновационного мирового уровня. А в Дальневосточном федеральном университете проводят исследования в области робототехники и нанотехнологий, которым проявляют интерес ведущие корпорации мира. Коллекционер, дизайнер и одна из самых влиятельных персон в мире моды Iris Adfile отмечает 100-летие коллаборации со шведским брендом H&M. Совместная коллекция выйдет в начале 2022 года. Коллекция Iris Adfile H&M отразит решительный, эксцентричный и запоминающийся стиль Iris Adfile, пишут представители бренда. Среди вещей костюмы с цветочными узорами, многослойное платье с оборками, массивные украшения и выразительные аксессуары в форме растений и животных. Одежда будет выполнена из экологичных материалов, а аксессуары из материалов, доступных для дальнейшей переработки. Представляете, что вы входите в комнату, наполненную мгновениями прошедшего столетия. Вы слышите смех, видите сверкание люстр, а также великолепные формы и цвета, будто бы взятые с палитры художника. Запах летних цветов и цитрусовых вызывает мурашки. Нам кажется, что именно так можно описать гардероб Iris Adfile, говорится в пресс-релизе H&M. Aris Adfile родилась в 1921 году в Нью-Йорке. Любовь к моде она получила от матери, которая держала в городе бутик, в то время как отец Adfile был предпринимателем и специализировался на поставке зеркал и стекол американским дизайнером. Aris изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Висконсинском университете в Мэдисоне. После чего работала в журнале Women's World Daily, сотрудничала с дизайнером интерьеров Элеонором Джонсоном. А также была личным помощником иллюстратора Роберта Гудмана. В 1950 году Арис Adfile вместе с мужем Карлом Adfile открыла текстильную компанию Old World Verse, занимающейся реставрацией старинных тканей и принимавшей заказы белого дома. Параллельно она собирала собственный гардероб, в который вошли сотни нарядов разных эпох, эклектичных и необычных. 80 из них, как писала Adfile в автобиографии иконы по волне случая, были показаны на выставке Rara Aves в 2005 году, которая стала одной из самых популярных в истории Метрополитен-музея. Слушайте, ну это действительно круто. Отмечать свои 100 лет коллаборации с брендом H&M и любить настолько свое дело, что буквально отдать ему всю жизнь и неуклонно развивать свои новые стороны. Что нам показывает Adfile? Да что возраст не преграда. Заниматься любимым делом и продолжать развиваться в любом возрасте это нормально. Так что если вы хотите освоить новые востребованные профессии, но не знаете с чего начать, у меня для вас есть прекрасная новость. Онлайн университет Нетология, это образовательная платформа, обучает современным востребованным профессиям в области IT, диджитала по направлению маркетинг, бизнес и управления, дизайн и UX, программирование, аналитика, soft skills, MBA. У вас есть возможность начать учиться, кстати, бесплатно. Просто выбирайте направление и понеслась. Ссылка на бесплатные курсы уже ждет вас в описании под этим видео. А сейчас я покажу, как просто можно начать учиться бесплатно и осваивать новые востребованные профессии. Достаточно лишь вбить в вашем поисковике Нетология учиться бесплатно. Либо можно просто в поисковике вбить Нетология. Он нам находит официальный сайт, поисковик нам находит официальный сайт Нетологии. Нажимаем на него и нас перебрасывает на официальный сайт. Видите, у них сейчас даже скидки до 50%, но и это нам не нужно, потому что вначале можно попробовать абсолютно бесплатно. Смотрите, в верхнем правом углу есть такая плашка учиться бесплатно. Нажимаем на нее и нас перекидывает с вами на абсолютно бесплатные курсы Нетологии. Например, давайте поскролим и посмотрим ближайшие события. Бесплатный курс Digital Start. Первый шаг востребованной профессии. Нажимаем подробнее. Нас перебрасывает на страницу и читаем Digital Start. Первый шаг востребованной профессии. Познакомьтесь с разнообразием современных профессий. Найдите специальность, которая подойдет под ваш опыт и цели. Постройте пошаговый план профессионального роста с поддержкой карьерного консультанта. Кнопка записаться бесплатная. Курсы. Давайте посмотрим, что у них есть еще. Например, нажимаем на маркетинг и посмотрим первые шаги в брендинге. Смысл и креативы. Курс, пожалуйста, все бесплатно. Остовый интернет маркетинга. Старт в профессии. Кто вообще не знаком с маркетингом, тоже отличный курс. И все это бесплатно. Поэтому переходите на сайт Нетологии. Нажимайте вкладку в правом верхнем углу учиться бесплатно. И залетайте, осваивайте в новые профессии. Удаленные профессии, которые помогут вам зарабатывать деньги удаленно. Которые помогут вам развивать ваши навыки. Или освоить абсолютно новые навыки, которые помогут зарабатывать деньги и развиваться в будущем. Всем желаю удачи. Ну что, про новые востребованные профессии мы поговорили. Теперь переходим к важным и интересным для нас законам. Теперь больничные по уходу за детьми до 8 лет будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка родителя, который ухаживает за ребенком. Причем вне зависимости от стажа работы родителя. Это немаловажный факт. Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из фонда социального страхования. При этом родителю не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа. Сейчас нет ограничений по дням, на которые маме требуется освобождение от работы. 5 дней или 15 дней и врач решает, на какой срок выдать больничной маме, которая ухаживает за болеющим ребенком. Для этого, чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии медицинской организации. Однако, важно помнить, что есть предельные сроки оплаты таких больничных. Они зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания. Значит, если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год. 90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальные перечни. Если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю ухода за ребенком, амбулаторно или стационарно. Но всего, но всего не больше 45 дней в год. В случае ухода за больным ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, больничный лист оплачивается за весь период лечения. Но не более, чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. При заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо постфакциональными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения, как в стационаре, так и в амбулаторном. По уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией, в стационарных условиях оплачивается также без ограничений. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета фонда социального страхования Российской Федерации. Причем оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется. Фонд производит расчеты самостоятельно на основании данных больничного листа. Это, кстати, здорово. Новым порядком расчета теперь смогут воспользоваться полтора миллиона родителей ежегодно. Не забудь поставить лайк, ударить в колокол и подписаться, чтобы не пропускать новые позитивные новости России и мира. До новых встреч!